Тепло проверили в домах подопечных центра сособслуживания в Дербенском районе. Готовность к отопительному сезону и исправность оборудования оценили сотрудники Минтруда совместно с представителями Газпром газораспределения. Подробности рейда в следующем сюжете. Обогреватели низкого качества и с нарушением установки. С наступлением холодов чаще в малоимущих семьях Дагестана появляются дешевые теплоприборы, которые нередко приводят к трагическим последствиям. Факты неправильной установки и обогреватели сомнительного качества были обнаружены в ряде домов подопечных центра сособслуживания. Выявлен отопительный прибор, не сертифицированный. Во-вторых, проводено широкими трубами, пластиками, которые запрещены. Их надо менять, и надо менять рукава, которые на этой печке. Это недоделки кое-какие сейчас сделаны, но придется менять трубы. Без обслуживания внутридомового газового оборудования живут и пожилые супруги Гончаровы. По словам специалистов газовой компании, доступ к отопительному котлу ограничен. Отсутствует вентиляция, конструкция мешает провести профилактические работы. До наступления холодов хозяева дома обещали самостоятельно разобрать коробку. По газовике на бесплатной основе проведут обследование и ремонтные работы. Муж с женой таким гостям в доме всегда рады. И несмотря на множество выявленных проблем, зазывают их в гости с улыбкой на лице. Спасибо, что пришли. Проходите, заходите на чай все. Как говорится, посидим, еще поговорим. Одной из многодетных семей руководитель центра сособслуживания района пообещал провести ремонт и полную замену труб за свой счет. Такие рейды будут проводиться регулярно, ведь подопечные центра сособслуживания – это та категория граждан, которая особенно нуждается во внимании, считают Минтруде Дагестана. К сожалению, ежегодно из-за неисправности отопительных приборов довольно часто происходят трагедии. И наша категория граждан относится к наиболее уязвимой в этом плане. Поэтому Министерство труда совместно с работниками «Газпрома» проводит профилактическую работу по устранению нарушений. Кроме профилактической работы, по словам министра, в скором времени в многодетных малоимущих семьях бесплатно будут установлены противопожарные системы. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дзербинский район.